Я на тебя целиком засмотрелся, ты сексуально выглядишь, а знаешь, ты воду стала пить, я почему-то стал вспоминать эти кадры из журнала, раньше был, там был плейбой, еще какой-то там же, показывают, как они поливают себя там, сейчас начнут, я думаю, сейчас, всюду, сейчас, машина начнет биться, еще что-то такое, ну, в общем, все как в комедиях, такие, как бы, самые эротические, Как жаль, что воды было мало, да, я сейчас бегаю, даже литров пять принесу, тебя зальем тут вообще по полной программе, слушай, но штану у тебя, да, классно, я ничего не скажу, такие с вырезами, еще что-то, слушай, они как бы одноразовые или что? Один раз сходил, потом все, порвались окончательно, испачкались, ничего, нет, я думаю, они многоразовые, я их впервые надела, впервые, а, и проверяешь, они у меня прослужат долго, и проверяешь, как реагируют, не реагируют на них, там, еще что-то, да? Да, понятно, тут самое, да, слушай, а я хожу в штанах, которые мне, честно говоря, не очень удобны, но вроде они модные, считаться, поэтому... Почему они неудобные, вроде широкие, хорошие, нет? Они, это широкие! Нет, широкие, это такие, чтобы, как у кавалеристов, знаешь, такие, чтобы с шашкой... Не, ну, у тебя такой клеш, еще апгрейдженный, можно сказать, там, еще что-то... А это ты сама разрезала, или они так задуманы? Нет? Вот это такая. Да ладно, все? Хочешь сказать, что мне скоро тоже такие надо себе будут, да, забабахать? Я сейчас не знаю, вот эти девушки потихонечку входят вроде бы. А, да? Вот смотрите вокруг, вроде все нас. Так, я что-то... Ладно, я пока на тебя лучше посмотрю. Вот, как тебя зовут-то? Если не секрет, конечно. Как? Ирина. Ирина? Меня Дима Ир зовут. Может, приятно. Мне тоже приятно познакомиться. Там это все еще будет достаточно долго продолжаться. Привет. Это Дима, он здесь достаточно зефирно общается с девушками, да, но мы знаем его достаточно давно, и когда мы впервые его увидели, Дима был просто королем зефиров. То есть, он был зефиром, не знаю, в планетарных масштабах. Сейчас он стал сильно лучше. Могу сказать, что это более лучшая его версия интерпретации. Но, тем не менее, здесь, на этом видео можно увидеть, что здесь он открывает девушку плавно. Хороший пример того, как не набрасываться, да, не накидываться, а именно плавно открывать девушку при знакомстве. То есть, плавный подход. Он сходу говорит сексуальные комплименты девушки. Несмотря на то, что он это говорит очень там мягко, как-то весело, зефирно, то есть, но он сразу как бы флиртует, он сразу говорит о сексе. И эти комплименты, они очень хорошо, позитивно влияют на разговор. Из минусов, которых, конечно же, немало, ну, здесь очевидно, что он там слишком долго затягивает описание каких-то вещей. Про эти штаны что-то очень долго заговорился. Там второй минус, нет его личности, то есть, он не говорит о себе, что вот я такой-то, а я здесь вот пошел что-то там купить или посмотреть. Вот я решил тут что-то прогуляться, я, кстати, люблю тот или тот. То есть, там нет рассказа о себе как вот с точки зрения каких-то качеств. И очень-очень много вот этих шуток, ха-ха, хи-хи. То есть, чем это плохо, если вы себя где-то узнаете. Есть такая категория людей, то есть, мы их называем аниматоры, когда они знакомятся с девушками, общаются исключительно в стиле вот а-а-а-а и так далее. И вас будут не воспринимать всерьез. То есть, шуточки, смех там и вот это все веселье, это не про секс, это не про доминирование, это не про серьезность мужика. Поэтому это нужно использовать максимально дозированно. Ну, вообще, недостатки можно искать долго, да, я могу перечислять их тут часами. И ты можешь перечислять их часами. То есть, это очень здорово, когда ты особенно ничего не делаешь сам и сидишь, обсираешь кого-то там, не знаю, со стороны, кто что-то делает. Естественно, что это твоя защитная реакция, тебе так удобно, потому что иначе же тебе придется признать, что это с тобой что-то не так. Потому что люди хоть как-то делают, а ты не делаешь. И дальше здесь ты увидишь еще один пример знакомства. Но прежде, к чему этот видос, то есть, кем бы ты ни был. Ты можешь быть там зефиром, можешь быть, не знаю, альфачом каким-то, можешь быть модным парнем, программистом, бизнесменом, не знаю, летчиком, сварщиком. То есть, ты можешь кем угодным, ты можешь самое главное и должен самое главное общаться с девушками. То есть, ну, природа так создала, как ты вообще живешь без личной жизни. Если у тебя нету женщин, ключевое ты должен и можешь это делать. Пробуй, пробуй как угодно, как у тебя получается. Если не получается, то я приглашаю тебя на новогоднюю практику с 15 по 18 декабря. Москва, много девушек, все равно нужно создавать себе в это тяжелое время новогоднее настроение. Я всем сделаю, кто едет издалека, большую скидку, компенсирую дорогу. Плюс у нас есть беспроцентная рассрочка, плюс много чего еще интересного. Поэтому, ребят, с 15 по 18, ссылка здесь под видео, бронируйте места заранее. И на этих видео, которые здесь увидишь, да, в этот раз Дима не взял телефонов, но, тем не менее, как бы, во-первых, он пробует. И мне есть по поводу чего дать ему обратную связь. То есть, если человек что-то делает, ему можно давать обратную связь, его можно корректировать, и тогда у него все меняется. Если человек не делает, как ему давать обратную связь? И второе, у него все-таки есть женщины и есть секс, ну, специфические женщины, там, как бы, такие, которые ему заходят и которым заходит он. А ты, возможно, в это время сидишь и думаешь, что в очередной Новый год тебе придется встречать в одиночестве. Не хотелось бы так, поэтому ссылка на практику под видео, и смотрим другой пример его знакомства. Привет. Классно выглядишь. У тебя, кстати, очень женственная и сексуальная фигура, можно сказать. Пожалуйста. Ты такая общительная, я так понимаю, да? Что ты хочешь? А, что? А, по делу говорить? Нет, то мне понравилось, думаю, надо тебе что-нибудь хорошее сказать. И прям не сдержался, и давай тебе рассказывать что-то хорошее. Ты такая в косухе такая, там. Ты не из Виталюка, случайно, нет? Нет. То есть подбалтика девятка, рамсить с ментами, это не твое, да? Так, погоди, секундочку, ты прям так бежишь? Я сейчас с тобой бегу непонятно куда. Я тебе пару слов скажу, хорошенько, все, отпущу тебя. В дальнейшее плавание, еще что-то. Вот. Ты здесь за покупками или что-нибудь такое? Или все сразу? Что у тебя? На обеде. А, на обеде? Да, и сейчас на работу, да, пойдешь? А, понятно. Не, я просто сам с друзьями сейчас пересекаюсь, поэтому у меня выходной, слава богу, все. Хоть иногда-то можно себе позволить. Ты такой прям напряженная, как будто я полицейский наряд, который тебя остановил. Шучу. Как тебя зовут-то? Даша. Даша? А меня Дима зовут, Даша. Приятно познакомиться. Правда. О, руки у тебя теплые. Мне тоже, я надеюсь, с подогревом.